Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Я хочу поблагодарить моего хорошего друга Абу Раида за то, что он предоставил мне возможность преподавать здесь, в Иерихоне. Я хочу поблагодарить и вас за то, что вы присоединились ко мне на фестивале Манны. Мы записали рекордное количество программ на Святой Земле за один год. Кто-то может подумать, что я живу здесь, но нет, я езжу туда-сюда и записываю так много программ, сколько возможно. Мы счастливы представить вам еще один урок из Святой Земли. Сегодняшняя тема звучит так. Когда Бог дает вам то, о чем вы не просили. В 3 главе 3 книги Царств представлена история о молодом человеке по имени Соломон. Мало кто знает, но ему было от 10 до 12 лет, когда Бог посетил его. Его отец Давид состарился и передал власть этому очень молодому человеку. Он начал говорить Богу, «Я так молод, я не знаю, как управлять всеми этими людьми». И сейчас я прочитаю вам удивительные стихи. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Бог сказал ему. Мы используем эти слова в отношении наших жизней. Я поделюсь с вами своим личным свидетельством и расскажу о истории создания передачи «Фестиваль Манная». И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, «Вот, я сделаю по слову твоему, вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе, и то, чего ты не просил, и то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои, если будешь ходить с путем моим, сохраняя уставы мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Соломон не просил богатства или смерти врагов, он только попросил у Бога мудрости. Он сказал, «Я хочу быть мудрым, потому что сам я не смогу управлять этими двенадцатью коленами и этим царством, которое ты дал моему отцу». То, что он попросил мудрости, так впечатлило Бога, что он сказал, «Я дам тебе и то, чего ты не просил. Я сделаю тебя богатым. Я сделаю тебя великим, потому что твоя просьба не была эгоистичной. Ты попросил то, что поможет тебе служить другим людям». Я хочу поделиться с вами некоторыми личными моментами. Потому что некоторые люди, которые не знают о нашем служении или плохо знакомы с нами, например, они были партнерами небольшой период времени или только начали смотреть наш фестиваль Манны, они не знают историю нашего служения. Я в четвертом поколении занимаюсь служением. Мой прадед, дед и отец занимались служением Богу. Мой отец много лет был пастором в городах Арлингтоне, Сейлеме и Бигстонгапе в штате Вирджиния. А последние 10 лет своего служения он ездил со мною. В результате того, что я вырос в Доме служителя, вся моя жизнь была вокруг служения. Я был приглашен на всеночную молитву в возрасте 16 лет. Я и еще трое молодых человек пришли в церковь к моему отцу, которая находилась напротив нашего дома. Мы начали молитву в 23.00 и закончили в 3 часа ночи. И где-то между 2 и 3 часами ночи Бог сказал мне, «Я призвал тебя на служение». В понедельник утром я проснулся и пошел в школу, зная, что я призван на служение. Я никогда не забуду, как пришел к отцу, который был пастором церкви и сказал ему, что Бог призвал меня на служение. Его реакция была, «Ну что ж, посмотрим». Даже те три друга, которые были со мной, которые молились со мною, тоже сказали, «Ну что ж, посмотрим». Не расстраивайтесь, если Бог что-то сказал вам сделать, и никто больше этого не услышал, не почувствовал. Конечно, хочется, чтобы семья и друзья были воодушевлены тем, что Бог коснулся вас. Запомните, когда у вас рождается ребенок, никто не может заботиться о нем так, как вы. Другие люди могут играть с вашим ребенком, могут говорить, какой же это красивый ребенок, но никто не будет заботиться о нем так, как вы. То же самое важно сказать, когда Бог что-то зарождает в вашем сердце. Никто не был воодушевлен этим, как я. Никто не верил в это, как я. В 16 лет я сделал то, что прочел в Библии. Я прочитал, как Соломон попросил мудрости и начал просить с поддержки. Я еще не проповедовал в то время, но я знал, что я призван проповедовать. Я попросил Бога о том, чего нет в моей жизни. В 16 лет я попросил о мудрости, о понимании тайн Библии. В возрасте 16-17 лет я молил Бога о понимании тайн Библии. Я хотел читать Библию и понимать вещи, которые люди должны исполнять. Я хотел научиться толковать каждый стих и каждую историю. Я открывал Библию, мозг был словно живой компьютер. Я имею в виду, что я во всем разбирался. Для этого нужно изучать Библию и нужно знать все книги. Нужно читать ее. Потому что Бог просто так не вложит в твою голову мудрости знания. Я слышал, как один парень сказал, «Я слышал, что можно просто спать с Библией под подушкой, и Бог даст тебе знания». Но нет, это так не работает. Если бы это было так, я был бы гением, потому что я так делал много раз. Нет, тебе нужно читать слово. Я начал изучать и читать Библию. И вот начали происходить удивительные вещи. Я начал рассматривать стихи с разных ракурсов. Начал видеть вещи, которые другие люди не замечали. Я начал проповедовать, и люди говорили мне, «Как ты это понял? Это всегда было передо мной, но я этого не замечал». Так Бог начал давать мне мудрость. И теперь, спустя 44 года проповедования, те, кто смотрит фестиваль Манны, часто говорят мне, «Мы смотрим твою передачу, потому что уверены, что мы узнаем что-то новое». Слава Богу за это. Как Соломон, будучи ребенком, просил мудрости, так и я был молодым служителем. Итак, когда вы только начинаете свое служение, или когда чувствуете, что Бог что-то вложил в ваше сердце, немедленно молитесь об этом. Не просите помощи у Бога спустя несколько лет, потому что, возможно, вам уже будет сложно выполнить это. Делайте это пока вам 20 или 30 лет, когда вы еще пламенеете сердцем и ревнуете по Богу. У Бога есть, что я называю, дополнительное благословение, то, чего вы не ожидаете, чего не просите, но благодаря вашей преданности Ему, Он дает вам больше. Бог — это Бог возрастания. Он дает вам не только то, что вы просите, но дает вам больше. Вот это и есть возрастание. Возрастание — это дополнение, которое Бог дает вам. И вот пример. Бог не просто благословляет вас финансово, Он не просто дает вам работу, чтобы вы могли оплачивать счета, но Он желает, чтобы вы могли платить десятину церкви. Он дает вам дополнительный доход, чтобы вы могли помогать служению, евангелизации, нашему служению. Другими словами, Бог всегда дает больше, но иногда Он дает такое особенное, неожиданное благословение. В качестве примера, посмотрите, Бог сказал Аврааму принести Исаака в жертву, и он не видел, что с другой стороны горы идет Агнец. Другой пример. По ложному обвинению жены Патифара, Иосиф был отправлен в заключение. Но он не знал, что это приведет его к тому, что он станет вторым человеком в Египте, истолковав сон фараона. Или когда израильская армия 40 дней выбирала, кто будет сражаться с Голиафом, и вдруг появился Давид, подросток, и победил его, они не могли знать, что это по замыслу Божьему. Или еще история из Библии. 600 тысяч человек, не считая женщин и детей, перешли Красное море на пути в землю обетованную. Образно говоря, они попали в западню, за ними горы, перед ними море, они не знали, что Жезл сотворит еще одно чудо и проведет их через море. Вы можете найти в Библии историю, когда модианитяне выступили против Израиля, но никто не знал, что Бог приготовил Гидеона и 300 воинов, чтобы победить огромную армию. В книге «Царств 4» есть история, как сирийцы выступили против Израиля и хотели схватить Елисея. Бог послал на помощь огненные колесницы и коней. Итак, когда вы просите Бога о чем-то в своей жизни, то благодаря тому, что вы верные, угодные Богу, потому что вы молитесь, Бог скажет, «Я благословлю вас не только этим. Я дам тебе не только то, что ты просишь, но и то, что я называю дополнительное благословение». И это удивительно. Это то, что случилось и в моем служении. Я не знал, сколько Бог сделает для нашего служения, когда только начинал проповедовать. Когда я впервые поехал в церковь дедушки в Гормон, мне пришлось брать деньги у матери, чтобы заправить автомобиль, потому что у меня не было денег на топливо до Мэрилэнда и обратно в Вирджинию. Это путь с длительностью около девяти часов. Но Бог все усмотрел. Когда мне было 18 лет, Бог сказал мне, что я буду проводить евангелизацию, состоящую из семи пунктов. Он назвал семь вещей, которые мне предстоит сделать. Тогда мне это показалось шуткой. Когда я напечатал свою первую книгу, это было в 500 экземплярах под названием «Важные обещания для верующих». Я начал продавать ее. Маленькая книга, 32 страницы за один доллар. Книга, которую я написал сам. Я вспомнил, что когда только говорил, что мне предстоит выполнить семь пунктов евангелизации, люди смеялись надо мной, насмехались. Они говорили, «Да что он о себе возомнил? Он что думает, что он Билли Грэм?» В церкви, где я проповедовал, тогда собиралось 15, иногда 30 человек. Если собиралось 100 человек, мне казалось, что это нечто чудесное. Но я всегда знал, что я слышал от Бога. Я знал, что Он мне сказал, что я сделаю. И на последней странице книги, которую я издал 18 лет, сейчас мне 60, на последней странице я напечатал те семь пунктов евангелизации, которые мне предстоит выполнить. Каждый из них сейчас выполнен. Я не мог сдаться, потому что люди могли прочесть эти пункты в книге. Когда Иосифу приснилось, что его братья преклонятся перед ним, они не поверили ему, они смеялись над ним. Но это был его сон, который привел его в то место, где он должен был быть. Когда они продали его в рабство в Египет, они подумали, что справились с ним. Зависть появилась у братьев Иосифа не просто так. Бог позволил появиться завистью, чтобы Иосиф попал в Египет. Если бы Иосиф не попал в Египет, весь народ Божий исчез бы в будущем из-за ужасного голода. Иосиф, находясь в Египте, был там, где Бог уготовал ему быть и дал ему дополнительное благословение. Не только то, что Иосиф находился в Египте, спасло семью от голода, также, когда пришло время, вся семья переселилась в Египет и стала целым народом. После этого Бог вывел их. В Исходе Бог говорит, «За то, что вы следовали за Мной, я дам вам дополнительное благословение». Я помню, в 88-м году в церкви города Зефирхиллс, пастором был тогда Том Джеймс, и это был февраль, мы собирались сделать всеночную молитву, потому что случилось что-то ужасное со служением, которое он любил. Я молился за людей, за тело Христа, я молился не за себя, и Бог говорил со мной в 3 часа ночи, «Я никогда не забуду этого». Скамейки в той церкви имели оранжевую обивку, я находился в первом ряду, я скрестил руки на Библии и прижал ее к сердцу, я начал проваливаться в сон, но вдруг резко проснулся и услышал голос, внятно сказавший мне «фестиваль манны». Я как будто бы увидел, что написано «фестиваль слэш манны». Я выпрямился на скамье и спросил у Бога, что это он сказал. Он ответил, «Это то, как будет называться твоя телевизионная программа». Что было смешно, то, что я не понимал ничего ни в записи, ни в съемке, ни в постановке света в студии, а Бог говорит мне, что у меня будет телевизионная программа под названием «фестиваль манны». Он сказал, «Запомни это название, но никому не говори его. Кто-то присвоит его себе для своего служения». Я направился домой и рассказал об этом Пэм своей жене. 12 лет я хранил это в секрете. Я знал, что Бог хотел, чтобы я этим занимался, но не знал, как это сделать. Бог начал открывать мне это. Если вы немного постарше, то помните христианские христианские телевизионные станции. Чтобы привлечь финансирование, я делал там пророческие видео. И так год за годом, но у меня не было своей программы. Я просто помогал христианским станциям. Многие люди поддерживали эти станции. 12 лет я ждал. Я не купил студию, не купил оборудование, я не говорил об этом. В 2000 году в христианском лагере Бог сказал мне, время пришло. К тому времени у меня были связи в крупных американских станциях. Я также был знаком с такими личностями, как Маркус Лэмп. Мы с ним вместе проводили служение в качестве подростков-проповедников. Я знал, что он создал телесеть. Итак, я связался с ним и сказал, что хочу вести телепрограмму под названием «Фестиваль Маны». Дамы и господа, это было 21 год назад. 21 год назад мы создали «Фестиваль Маны». Обратите внимание, что 12 лет до этого я не делал ничего, только ждал. Я не думал об этом, не говорил об этом. Я ждал Бога и готовился. Готовил оборудование для создания видео, готовил маленькую студию. Поэтому, когда Бог говорит с вами, Он говорит вам, что делать. Вы должны быть готовы действовать. Вам может казаться, что вы готовы, но это не так. Честно говоря, когда Бог говорил со мной во времена моей молодости, я не был готов к этому. Я не был готов к ответственности, я не был готов к финансированию. У меня не было ничего, чтобы создать это. Если вы продолжите следовать за Богом, вы узнаете, что только Он может дать вам людей мечту, команду и, в конце концов, движение. Вначале у вас не будет ничего, кроме мечты. Потом вы создадите команду, после этого создадите движение. И это помазание на дела, которые Бог сказал вам совершить. Я знаю, что в моей жизни есть то, чего я не видел. Я не видел рождения нашего сына Джонатана, но я видел нашу маленькую дочь Аманду за 12 лет до ее рождения во сне. Сейчас она учится в школе проповедников. Я не видел международный центр Омега, но Бог сказал мне создать такое место. И мы построили здание размером в 72 тысячи квадратных футов, где мы проводим наши пророческие саммиты, христианский лагерь, а также трижды в год фестиваль воинов, где собираются от 4 до 5 тысяч молодых людей. Я никогда не видел международную школу слова. У нас есть интернет-школа Библии, которая действует во всем мире. Это библейский исследовательский центр, которому можно получить доступ во всем мире. Я никогда не видел этого, но Брайан Катшелл, проповедник и мой друг, подключился к нашему служению. Мы собрали чемодан моих книг и материалов и таким образом создали международную школу Библии. И вот что я хочу этим сказать. Вы не всегда будете видеть все, что Бог приготовил для вас. Бог делает это для того, чтобы не перегрузить вас. Если вам все будет открыто, вы будете думать, откуда же я возьму деньги на это? Как же мне все это выполнить? Поэтому он дает все частями, подходящее для этого время. Таким образом, вы будете ведомы верой, а не простым человеческим знанием. В моей жизни я уже 44 года путешествую в вере с замечательной семьей и замечательной командой. Со многими из этой команды я вместе уже более 30 лет. И вот что я хочу вам сказать. Придет время, когда Бог скажет, «Ты все делал правильно. Я благословлю тебя». И вот первый вывод. Когда Бог дает вам то, чего вы не просили, это означает, что вы показали верность Ему. Второе. Бог все видит и говорит себе, «Ты посадил семя и забыл, но я не забыл. Ты посадил много семян и забыл об этом, но я все помню». Семя, которое ты посадил, однажды принесет урожай. И третье. Когда-то ты сделал что-то, что казалось незначительным, но для Бога этого было достаточно. Маленький мальчик принес пять хлебов и две рыбы. Это был его обед. Он не думал, что накормит пять тысяч человек и соберет еще двенадцать коробов-кусков. Это изобилие, которого он не ожидал. Итак, помните, Бог есть Отец. Он дает дары своим детям. Дар спасения, дар Святого Духа, дар оправдания, дар веры. В Библии очень много даров. Поэтому помните, если вам нужна помощь Бога в чем-то конкретном, молитесь и просите у Бога об этом. Помните, если вы будете верными Богу в малом, Он благословит вас на дни вперед. Если вы продолжите оставаться верными, Бог благословит вас тем, о чем вы даже и не просили. Итак, из иудейского города Иерихон благодарю вас за то, что вы были со мной на фестивале МАННЫ. Я разработал книги, CD и DVD-диски. Пожалуйста, приобретите их для своих семей и слушайте то учение, которое Бог дал мне. Оставайтесь со мною, у меня есть специальное предложение для вас. Пусть Бог благословит вас. Я хочу, чтобы вы увидели мое самое востребованное и популярное учение за все время. Откровение о Вознесении. Вы получите концентрат из 1400 часов подробных исследований на тему Вознесения. Этот набор из пяти DVD, на которых находятся 10 часов учений, откроет вам эту тайну. Мы углубимся в оба завета и будем исследовать еврейские и греческие слова, рассмотрим загадочные пророческие шаблоны и древние еврейские обычаи, раввинистические откровения, труды ранней церкви. Все для того, чтобы представить подробное объяснение пришествия Господа. Первый DVD называется «Вознесение. Откровение для апостола Павла». Узнайте, как Бог дал это откровение Павлу на горе Синай в Аравии. Вы узнаете восемь разных событий, которые произойдут во времена Вознесения. Я объясню восемь греческих слов из Нового Завета, которые описывают возвращение Христа. Второй DVD «Пророческое время Вознесения». Приведу вам восемь примеров того, как праведные спасутся от гнева и дам подсказки, указывающие на возвращение Христа до скорби. Узнайте, как книги Откровения, 24 старца, книга с семью печатями и другие образы указывают на возвращение до скорби. Я также отвечу на множество спорных вопросов о времени возвращения Христа. Третий DVD посвящен теме Вознесения, праздников Израиля и циклов урожая. Узнайте, как семь праздников Израиля скрывают удивительную пророческую информацию о Вознесении. Тайна Шафара, ежегодные циклы сбора урожая в Израиле раскрывают принцип Вознесения. Узнайте о девяти событиях, которые вы переживете во время «Возвращение Христа». Четвертый DVD «Вознесение и загадочная книга памяти». Я покажу вам из Малахии третьей главы, что ключ к Вознесению — это ваше имя в книге памяти. Вы увидите, чем победитель отличается от проигравшего в контексте возвращения Христа за церковью. Вы увидите, как праздник труп связан с книгой памяти и как Вознесение создавалось в качестве особого благословения для верующего. Но это не все. У нас есть пятый DVD «Еврейская свадьба». Мы собрали сто актеров, взяли костюмы и реквизит. Они не только покажут еврейскую свадьбу, но и раскроют 14 ключей к тому, как еврейская свадьба указывает на возвращение Христа до скорби. Вы можете получить этот сборник из пяти дисков за пожертвование в 65 долларов или больше. Звоните нам по номеру, который видите на экране, и просите предложение RA137 или ищите его на нашем сайте. Вы также можете заказать его по почте, написав нам по адресу, который видите на экране. Вы многое узнаете, поэтому не откладывайте на потом, заказывайте DVD сейчас. С вами Перри Стоун, спасибо за то, что смотрите нас. Многие из вас знают, что я уходил в небольшой отпуск, но я рад записывать концовки наших программ. Вначале я хотел бы поблагодарить всех тех, кто посреди пандемии коронавируса поддерживал служение «Голос евангелизма». Я начал это служение, когда мне было 18 лет. С 18 лет я нахожусь в служении полного времени. Это 45 лет в служении. И все это время я садился в машину или в небольшой коммерческий самолет и ездил по всей Америке, проповедуя в церквях. Чаще всего я проповедовал на Востоке или Юго-Востоке. Я проповедовал сотням тысяч людей, может, даже миллионам. А вот сколько людей мы охватили за 45 лет. А еще у нас есть телепрограмма. И я благодарен христианским телеканалам, благодаря которым я проповедовал во многих странах мира, в которых я никогда не мог бы побывать лично. Спасибо всем тем, кто продолжает смотреть нашу программу. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мы готовим. Мне нравится говорить именно мы, а не я. Я уже готовлю проповеди для нашего тура в Израиль и для программ, которые мы записываем там каждый год. Проповеди, которые Господь дает мне в этом году, сильнее и откровеннее, чем когда-либо. Я очень этому рад, когда вы можете сесть и освободить свой разум от всех забот, суеты и мнения людей, а потом соединиться с Господом, это просто удивительно. Вы получаете четкие, ясные откровения в своем духе. Поэтому я благодарен Богу, Господу Иисусу Христу и Духу Святому за то, что они дали мне быть служителем Слова. Я также благодарю всех тех, кто поддерживает наше служение своими молитвами. Если вы партнер нашего служения, то, пожалуйста, обратите внимание на сентябрьский номер нашего журнала, а особенно на статью о ситуации в моей жизни. Я хочу напомнить, что у нас в Фейсбуке есть своя страничка. Также не забывайте подписываться на наш Ютуб-канал. Каждую неделю мы выпускаем очень важное видео, обычно о пророчествах. Обычно такое видео одно. Это всегда интересно и познавательно. В прошлом я много ездил и проповедовал в собраниях, где было от ста человек до нескольких тысяч человек. И это было прекрасно. Мне это очень нравилось. Но я понял, что это можно делать иначе. Полтора года назад Господь сказал мне, что пробуждение придет через камеру. И теперь я понимаю, что Он имел в виду. Если вы не можете приехать на наши конференции, то конференции обязательно придут к вам. Будьте благословенны. граждане. Редактор субтитров Корректор Корректор Редактор субтитров А.Семкин